Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И еще один проект указа, который сегодня разглядался на узровне президента, об мерах по скорочению колькости пустых и старых домов. Пропонуется удосконалить механизм отчужения в зависимости от их размещения, местовых умов и особенностей. Кировник державы доручил по скорой тяпповедную работу на местах. Подаша тепла у школы, детячие сады, больницы, поликлиники и иншая социальная установа распочалась сенья у Гомельской области. Как поведомили у державным объединений жилево-коммунальная господарка Гомельской области, отчепление в жилых домах, гостиницах и интернатах подключать на другом этапе. У жилфон тепло начинают подавать, коли середняя температура вонкового поветра на протягу 5 дзен не превышая 8 градусов. Рашень об уключении отчепления примаются на местах индивидуальной керавниками райвыконкамов у залежности от думов надворья. В опоршнюю чаргу батареи потеплеют на предприемствах, у организациях, администрационных установах. В минулом году отчепляльный сезон в Гомельской области распочался десятого кострышника. Каплицкая середняя школа в Калинковицком районе закрыта за аварийного стану. Некоторые батьки не покидают, надеясь, что аддукационный процесс тут обновится. Усе обставлены справы на месте высадлял наш корреспондент Олег Сентюров. Наталья Коваленко – наставник с большим 20-ти годовым стажем. Практично весь этот час працавала у Калинковской середней школы, зараз выкладая у соседней Шийской. В минулом году школу у ЕЕЕ-вёсты закрыли по причине аварийного стану. По заключению специалистов, которые обследовали будинок, дровляное перекрытие, установленное еще в 50-х годах в минулого 100-го года, на 80% пошкодил жук караэт. Для коллектива школы это оказалось полной нешикарностью. Вы знаете, столько лет проработать в школе, и закрыли, и как можно воспринять? Конечно же, со слезами, переживали очень сильно. Это же родная школа, я там всю жизнь проработала, получается. Утым, что займаться у Калинковской школы небеспечно, может переконаться практически каждый. В день приезда с дымочной группы обвалилась еще частка столи. ЕЕ рыжки добробаченные на подлозе. Трапить у аварийный будинок школы сегодня немогчимо, и по великим рахунку не вельми хочется. ЕЕ столь может обвалиться в любой момент. Выжить при такой надзвучайной ситуации на враче отримается. По заключению специалистов, для того, чтобы снова начать занятки, необходимо провести капитальный ремонт будинка за лимитами модернизации, в соответствии с современными нормами. На справе это значит, что необходимо перерабить столь, узмолчить подморок, побудовать столовую и спортивную залу. По одеющих ранее нормативах, в этой будинке обоясковыми на территории школы не были. Прикладный кошт такого проекта – 8 миллионов рублей. Для поравнания, на такие сродки можно проводить ремонт усих установ адукации Калинкевского района на протягу приклада 20-ти годов. Хоть участковое решение еще не принято, по куль в аварийной школе отключили отопление и размирковали по инших установах частку майомости. На отопление же мы отключили, все это воду слили с батарей. Поэтому где-то что-то на шиичи мы давали, компьютеры, все это, это же они не сохранятся у сырости, это же техника. Поэтому передали, и наши дети в шиитскую школу пошли, поэтому туда. Ну, мебель, столы, парты, стулья – это то, что им не хватало, мы отдавали. Передавали по накладным, все. Что от этих детей, то пожадания батьков, их размирковали по школах трех ближайших вездах за организацией студентного подвоза на автобусах. Тудыш перевели и наставников. Сирот плюсов такого перевода у районном отделе адекватации называют социальную адаптацию детей, которые теперь контактуют с большей колькостью своих одногодков. А так само максимум заниматься у гуртках по интересах, чего ранее не было. Дети во время должны были перейти в другую школу, потом необходимо было провести экспертизу и потом принимать решение уже, что дальше делать с этой школой. Поэтому процесс идет, но процесс не скорый. Процесс продолжается сегодня. Процессу гэта пропросовка вариантов, откатя у каплячах початковой школы. Гэтым займаецца зараз Министерство адекватации. А по реконструкции средней школы размыва по кольне идем. По-перше, необходимых сродков зараз нема. По-другое, демографичная ситуация. Селета на территории усяго каплячского сельсовета нараделась только трое дятей. А прочатого семьи 26 каплячских школьников пободавали жиле у Калинкевичах с перспективой переезду в райцентр. Для того, как подлетки зношли себе заняток у своей вёссы после завершения уроков, при мясовом детяжем саде открыли покой школьникам. А прочатого тут пророцует спортивное зало. Для информования Верскосов о примаемых мерах каждый месяц у каплячах проходят батьковские сходы. По речи ситуацию необходимо оценивать реально. За почные 20 годов у Беларуси обвалились два школьные дахи, что привело до гибели детей. Допустить еще один такой факт будет злочинством. Олег Сентюров, Валерия Панько, телерадо-компания «Гомель», Калинкевский район. Нацбанк с 18-го кастрышника снова снизит ставку рефинансования. На этот раз на паупункта. До 11% годовых. Рашение принято по выниках, что квартального посяжения по пытаниях оценки и прогнозу ситуации в экономице и грошово-кредитной сферы. Так, инфляционные процессы протягивают заповольваться. Уж дневни у годовым выражение прирост споживецких цен снизился до 5,3%. З уликом динамики инфляции чекается, что прирост споживецких цен по выниках года будет ниже, чем прогнозовалось ранее. И складе, прикладно, 6%. У Беларуси заявится Институт податковых консультантов. Он будет сприять створению больше комфортных умов для ведения бизнеса. Это позволит платежникам у всех категорий отрымливать полное отломочение по податкоопладанию и иметь комфортное макшимость для житовления приватной деятельности. Новая структура продугледживает комплексный подход у обслуговании клиента. Это может быть консультование по пытаниях минимизации податкоопладания, выпрацовка оптимальных шляхов для индивидуальных предпринимательников, юридичных и физичных особ. Ранее подобная структура в Украине отсутствовала. Этот институт в европейских странах уже создан и работает более 60 лет. Нам есть где подчеркнуть, скажем так, опыт и для того, чтобы внедрить его сегодня здесь, на территории Республики Беларусь. Он необходим. Лишь по той причине, что сегодня в Беларуси нашло отражение и получили работу аудиторы, бухгалтерские работники. Это специальная отрасль, это налоговое законодательство. Необходимо специальное знание. Поэтому, я думаю, он будет востребован. Пресмаки с национальным колоритом. Ветковские кондитеры вырабляют перники с узорами неглюбских рушников. Старожитные орнаменты символизуются добро, кахание, поспех и здоровье. Солодкие сувениры корыстаются попытом, а лепмассовой вытворчести, покуль, говорка, не еде. Перники расписывают уручную, и процесс это не только прыгожи аллеи-процаемки. Мука, яйки, мёд и масло тут только натуральные ингредиенты. Тесто наперники попередни забарвают, тому яны долго не шарствеют. Покуль выпекается основа, рыхтуют сукровую пудру. На её и ветковские кондитеры молюются праудные шедевры. Вязаные коронки, народные вышивки, роспись бабулиных куфров. Освоить процесс творения прихожости было зусим непросто. Это очень кропотливая работа, она очень много времени занимает, и тяжёлое это. Всё внимание, надо сосредоточенность. Четыре дня ушло на один пряник, пока научилась. С початку их расписывали только уручную, затем стали выкрыстовывать специальные трафареты. Зараз у распоражений кондитеров восемь стародавних знаков и орнаментов. Кожны старожитные послания протков. Страла, восьмерошках, этим узором некальки тысяч годов. Перники со старожитными узорами кулинары вырошили срабить ещё одним национальным брендом. Неглюбские рушники ведают во всех кутках света. Токио, Парижа, Брусселя, Монреали и навыту штаб-квартиры ААН. Рушниковый код добра небы молитва на тканине. Упэлнены и кондитеры. Тому становятся не просто прыгожим сувенирам, а ле и приносят поспех. Все приходят, фотографируют. Кто-то покупает просто себе для сувениров. Ехали на презенты, я знаю, что заказывали пять, вроде бы, пять или восемь штук заказывали. Ехали в Италию и заказывали. Брали именно с ленингопскими рушниками. Сарафан на радио работает, поэтому передают, заказывают, мы оформляем. Даже можем оформлять вот такие коробки красивые, мы заказываем, и поэтому вплоть уже до сувенирных упаковок. Зараз у мясовым кондитерским цеху все перники вырабляют выключено под заказ и уже поширили ассортимент. Весельные, новогодние, корпоративные. Майстры могут нанести на ласунок любые малюнки. Дарычатые покупники, якие берут на пробу один-два перники, затем вертаются и заказывают смачные сувениры целыми партыями. Вольха Холодович, Настасья Кучинская, телерадиокомпания «Гомель» при патрымце АТН. Школа жаночного лидерства пройшла в Гомеле. Мероприемство в рамках тыньев устойливого развития ладила Гомельская областная организация Белорусского союза женщин. У поспеху шмат гранев и одна из их имидж минавито с геттега распочали серую семинару об тем, як добиваться поставленных метов. Профессионалы рассказали удельницам об модных тенденциях и сокретах створения особистого имиджа. Стилисты показали, як на практице с допомогой макияжу и аксессуаров подкреслить свою индивидуальность. Гэтый семинар перший из некольких запланованных на наступном размова подзе об иншых складающих поспеху. В дальнейшем предполагается еще провести тренинги по успешной лидерства секреты успеха. Ну а также женщины хотят знать, что такое криптовалюта в настоящее время. Будем это тоже в этом учить. Проверить властную силу и силу почуться. У молодоженов из Мазыра Павел и Наталья Леонович выиграли чемпионат Беларуси по пероносце жонок. С переможцами сострелись корреспонденты телеканала Мазыр. Незвычайный чемпионат у Беларуси проводится уже в другой раз. В минулом году мазырская пара так само хотела принять у ему дел, але перешкодила занятость. Павел служит у пограничных войсках, Наталья працует в салоне сотовой сувязи. Все лето вы решили не упустить свой шанс. Хотели показать, что мы тоже можем, что мы хотели в предыдущий раз. Там просто были достойные соперники, с которыми я на других соревнованиях пересекался, в личных забегах. Хотели показать, что мы тоже можем. Сутность с поборництва пероадолец полосу пирожкод с партнеркой на руках за максимально короткий час. Подтрабований у взрослых от 18-ти годов в агаде от шины не ниже за 49 килограммов. А вось штамп в пашпорте у споборництвах роли не играя. Способ пероноски кожны выбирау самостоинно. Павел и Наталья вынаишли свой метод, а тренировалися на ведомой у мазыры велостержцы. Кажуть, коли бегали, прохожие глядели с подозрэннем. Усяго у споборництвах выступили 12 пар зусёй Беларуси. Але для Паула спортивное соперництва не у новину. Ён шмат гадоу займаеца экстремальными видами бегу. На хэтый раз пришлось взять на себе тяжар отказности, ящи и зажжёнку. Самое сложное это была как бы вода. После воды был очень большой перепад температуры. Большая нагрузка пошла на ноги. Ну и как бы переживал, чтобы жена нигде не свалилась. То есть контролировал вес, чтобы не пошло в сторону, где-то отступиться поверхность была неровная, балансирует, так сказать, равновесие. И вот это было самое такое, переживал за что. Павел переживал за Наталью, Наталья за Паула. Свою маленькую, оливейными важкую ролью Наталья старалась выконовать с усёй отказностью. Мы когда бежали, я всю дорогу там подбадривала. Вот здесь всё аккуратно, всё, он такой, он всё время заботится обо мне. Я думала, что там, когда вот были деревья, либо вода, то чтобы я не намокла, либо не ударилась. Мы с ним договорились, я его очень просила, говорю, что ты там бежишь, ты смотришь за препятствиями, на меня не обращая внимания. То есть я там буду уже сама как-нибудь. И всё, я всю дорогу ему что-то говорила, 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 подбадривала. Оказалось, когда мы прибежали, я спросила, то есть я тебе помогла, ты только меня отвлекала. То есть я пыталась сконцентрироваться, а ты только меня отвлекала этим. Ну, как-то всё равно всё получилось. 253 метры, просбарьеры, водные пирожкоды и песок. Штрафный час у выпадку падения або докранания до земли. И заповедное первое место. Для Паула и Натали гэта первая суместная перемога. Молодые люди пожанелись меньше, як месяц тому, 9-го вирусня. Напереде долгая семейная житё. А тут, як у спорте, злаженная праца у пары, узаяма да помога, пирожкоды, маленькие и великие перемоги. Павел пообяцал, жёнку будя носить на руках и надалей. Не, так до этого я тоже носил на руках. Это не открытие для меня. Просто сейчас уже знаю более эффективный способ переноски. Можно на дальние дистанции нести. Лидия Поттер, Вячеслав Перасыпкин, телеканал Мазыр специально для телерадио компании Гомель. Гэта и иншая новинна вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tyvergomel.by На этом выпуск завершенный. У студии працал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова